Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 рецепта блюд, которые можно приготовить за копейки. Ну то есть очень и очень дешево. Я покажу вам рис по-китайски, рыбу с картофелем в духовке, очень сытный салат из фасоли и суп из рыбных консервов из 90-х. Ну что, поехали! И сначала мы сварим рис по-китайски. Берем ваш любимый длиннозерный рис, заливаем его водой и хорошенько промываем. Вода должна быть холодная. Промытый рис перекладываем в кастрюлю. Кастрюля должна быть очень большая, чем больше, тем лучше. И заливаем рис кипятком. На стакан риса пригодится примерно полтора стакана кипятка. Сразу солим, перемешиваем и ставим на плиту. Варим рис до закипания на сильном огне и потом еще 3 минутки. Затем огонь убавляем, накрываем кастрюлю крышкой и варим 5 минут на среднем огне. И еще 3 минутки на самом-самом слабом огне. Не открывая крышки, ничего не перемешивая, снимаем кастрюлю с огня и укутываем в плед. Даем так постоять примерно 10-20 минут. А пока рис стоит в тепле, к нему можно нарезать любую свежую зелень. У меня был зеленый лук. Открываем кастрюлю, смотрим какой красивый и замечательный получился у нас рис, заправляем его сливочным маслом и добавляем зелень. И дальше готовим с вами картофель в духовке вместе с рыбой. Картофель нужно помыть, почистить и порезать на тонкие кружочки. Если кружочки у вас будут слишком толстые, то рыба приготовится, а картофель останется сыроватым. Поэтому старайтесь резать как можно тоньше. Примерно как я это делаю на видео. Нарезанный картофель пока убираем в сторону и переходим к рыбе. Нам понадобится любая белая рыба, у меня был пангасиус. Можно взять тилапею или треску. Рыбу нужно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. И нарезать на небольшие кусочки. Теперь берем форму для запекания. У меня была вот такая прямоугольная. Смазываем ее небольшим кусочком сливочного масла. Можно растительным, но со сливочным будет вкуснее. И первым слоем на дно формы выкладываем нарезанный картофель. Слой картофеля немного солим, перчим черным молотым перцем и выкладываем на картофель вторым слоем рыбу. Рыбу тоже солим и перчим и смазываем сметаной. У меня была сметана жирностью 20%, но вы можете брать любую, какая вам больше нравится. Мне кажется, что чем больше жирности в сметане, тем вкуснее запеканка. На сметану снова выкладываем слой картофеля, перчим и солим и сверху выкладываем рыбку. Все как в прошлый раз. Рыбку тоже смазываем сметаной. Здесь при желании вы можете посыпать запеканку тертым сыром, но я так не делала. Убираем в духовку и готовим примерно 50 минут при 200 градусах. Точное время зависит от вашей духовки и от количества продуктов в форме. Это один из моих самых любимых рецептов. Я часто готовлю такую запеканку на обед или на ужин. Она получается очень сытная, вкусная и нежная. Кстати, готовую запеканку было бы неплохо посыпать свежей рубленой зеленью. У меня был зеленый лук. И теперь переходим к третьему рецепту. Мы будем готовить салат из фасоли и рыбных консервов. Берем сито, вот такое вот, как у меня на видео, и сливаем из фасоли жидкость. Для этого рецепта я взяла белую фасоль, но вы можете готовить и из красной, если она вам больше нравится. Здесь нет никакой разницы, все дело во вкусе. Теперь берем рыбные консервы и разминаем их вилочкой. Здесь очень важно выбрать хорошие, качественные консервы, чтобы они были по-настоящему вкусные. Теперь берем разделочную доску и мелко рубим зеленый лук. В принципе, для этого салата вы можете взять любую свежую зелень, какая вам больше нравится. Зеленый лук порезали, теперь переходим к репчатому луку. Репчатый лук, конечно, нужно предварительно очистить и потом мелко порубить. Если вы используете из зелени зеленый лук, и вам не нравится, что так много лука в салате, то репчатый лук, конечно, вы можете не класть. Теперь берем красивый салатник и соединяем в нем все наши ингредиенты. Консервированную фасоль, репчатый лук, рыбные консервы и нарезанную зелень. Для заправки салат по вкусу солим и перчим, добавляем немного оливкового масла, можно, в принципе, использовать любое растительное, хоть подсолнечное, и поливаем лимонным соком. Все хорошенько перемешиваем. Такой салат получается очень вкусный, сытный, недорогой и вполне может заменить полноценный обед. И теперь четвертым рецептом я вам покажу один из моих самых любимых детских супов. Мама готовила такой в детстве, я его просто обожала. Это суп из кильки в томате. Нам нужно взять овощи, картофель и морковь, их почистить и нарезать на небольшие кубики. Морковь можно потереть на терке или нарезать кружочками, как вам больше нравится. Мама обычно картофель резала, а морковь натирала на терке. Я сделаю точно так же. Теперь складываем наши овощи в кастрюлю, добавляем репчатый лук, он у меня целый, и заливаем холодной водой. Вообще-то для этого супа лук тоже можно мелко порубить и обжарить вместе с натертой морковью на растительном масле, а потом добавить эту зажарку в суп. Но в детстве у меня болел желудок, и поэтому мама никогда ничего не жарила. Суп нужно варить до мягкости картофеля и потом добавить к нему кильку в томате. Здесь так же, как и в предыдущем рецепте, важно выбрать хорошие и качественные консервы. Суп солим по вкусу, добавляем в него перец горошком, лавровый лист и нашу кильку. Кстати, никогда не могу удержаться и съедаю хотя бы одну рыбку, у мамы тоже постоянно таскала. Перемешиваем суп и снова ставим на плиту. Доводим его до кипения и варим еще примерно 5-10 минут на слабом огне. Суп очень простой, но я его просто обожаю. Приятного вам аппетита! Продолжение следует...